Молитерная отечественная группа Кроза Кобланды молчал, его внешний вид также старался молчать, но он был невольно красноречив. Обилие заплаток в самых немыслимых местах, засаленная кофта, свидетель московской олимпиады, брюки, не видящие стрелок, может быть никогда в жизни. Кобланды хотелось поскорее домой, в родной Ул, в 350 километрах от большого города. Он приехал в большой город сдать документы в какое-то окно. По дороге увидел сломавшийся дорогой джип и помог водителю, его жене и дочери добраться до дома. Теперь благодарная семья пригласила его к себе. — Вам чай без молока? — Да, да, — ответил Кобланды, хотя пил чай только с молоком. — Вы рассказывали, у вас двое детей, — продолжила разговор хозяйка, наливая чай. — Айгерем, 14. Иуалихан, 5 лет, произнес Кобланды, выговаривая каждое слово. Получасовая беседа, вернее, расспросы, тянулись неимоверно долго, может быть даже дольше, чем два года в армии, 7 лет помощником проводника, 11 лет чебаном, чем все его 46 лет. — Кстати, Кобланды, мы уезжаем через неделю, а нам подарили билеты на концерт Боярского. — Может, сходите с семьей? — спросил Александр, протягивая три билета. Кобланды не смог сдержать улыбку. Он сознательно пытался, но не смог. Он словно расцвел. — Д'Артаньян, 3-мушкетера, его любимый фильм. В миг ему представилось, как он возьмет жену, дочь и сына и пойдет на концерт. Он наденет свою праздничную рубашку. Три билета отрезвяющих оцарилось в его голове. Кобланды начал думать, что Комоту нужно будет не пойти. — Уалихану, брата, оставлю. Маленький еще. — Нет, Айгерем не пойдет. — Девочка, ей, наверное, неинтересно. — Ну, так что? — повторил Александр. — Спасибо, Еле слышно произнес к обландырь и снова погрешился в мечтание. — Нет, все-таки Айгерем тоже пойдет. — Я сам не пойду. Буду таксовать, пока они на концерте. А потом, когда выйдут, я им куплю мороженое и полу. — Здорово. Боярский, может, и не лучший певец, но актер замечательный. — Боярский? — внезапно появилась дочь Аня. — Что за... — Это же старье. Не хотите, кобландырь. Не травмируйте психику детей. — Резво произнесла Аня и столь же резво выхватила билеты. Кобландыр все так же улыбался. Вернее, улыбка осталась на его лице. Но все внутри сжалось. Его мечта оказалась в руках Ани. Он смотрел на билеты. — Вы же не пойдете, правда? — хитрый улыбнулась Аня. — Да, да. — тихо произнес кобландырь. Прикидывая, сколько стоят три мороженого и три полы. Представил, как аккуратно сложится синий пакет. — Вот и правильно. Я нелегко порвал билеты и убросил их в ведро. — Но зачем же? — улыбнулся Александр. — А впрочем, если не любите боярство, может и правильно, мы бы тоже не пошли. Просто подарили нам билеты. Опустело. Что-то опустело в душе кобландыр. Он почувствовал, что он торт. И половину этого торта сейчас отрезали и выбросили в ведро. Нет, весь, который был безжалостный и без причины выброшен. Не ведро. Куда-то дальше, глубже. Кобландыр немного покачнулся, все еще сидя на стуле. Когда кобландыр уходил, Александр всунул ему в карман 10 тысяч тенге одной купюрой. Кобландыр даже не сопротивлялся. Он молча вышел и поехал в окно. — У вас не хватает справки из бюро, — произнес молодой клерк. Кобландыр посмотрел на него. Клерк словно почувствовал усталость 700 километров пути в этом взгляде. — Да, да, — произнес кабланды. И решил, что никакой справки ему не нужно. Уже не нужно. Вдруг ему захотелось порвать все эти документы и выкинуть их в ведро. Но не решился. Возвращаясь домой, он задумался и нечаянно проехал на красный свет. Отдавая 10 тысяч полицейскому, он заплакал. Полицейский пожалел его и дал 600 тенге на бензин. Кобландыр хотел порвать эти деньги, но не решился. Жена говорила, что нужно купить что-то сыну, и дочь что-то просила, и кредит за печку отдать надо. — Да, так и балкабланды. Слезы закончились за 350 километров. Вечером смотрели фильм «Тартаньяна. Перемушкетера». Айкирим начала смотреть, но потом отлеглась. Кобландыр с упоением пил чай с молоком и думал. — Все-таки втроем пойдем. Я, жена и Олихан. Айкирим неинтересно будет. Айкирим.